А то ты не забываешь, что у старобрядцев Марии нету, Мария только одна, остальные Марии. Это самое уничтожение такое, крутое. Ну давай тогда. Мы сегодня готовим 15 гигабайт за эту неделю. Вчера пошли уже на свидетельство, поехали в соседний детский совет деревни, ну а я остался на пульте тут, в обозе охранять. Хорошие ролики, очень даже. Потом соедините, мы так написали, благовестие первое. Ну а вот на эту тему, как она называется, всему свое время, где такая беседа? Так а что не прислали? Это животное. Я выставил одну тему, вот эту где? О страхе человеческому Божьему. О страхе, да. Так а это я послал Ольге, она должна была выставить. А то вы не выставить, а послать вам, там после конвертации или как там называют. Ну пока я не видел. Да как это, неделя прошла, она должна была выставить. Чего она там, запорхалась? Мне там что-то с ногой, ногу сломало, и что там у нее. Ногу сломала? Ну я не знаю, что-то она ходит плохо. Ну она никогда лучше не ходила. Она говорила как-то, вот, есть охота. Ну вот как подумает, вставать надо, потом через порог перешаг в другую комнату, открывать холодильник, махнула рукой, лучше не буду. Так что она, она юмором обладает, не старая обрядка. Ну что надо было сделать? Так, я не вижу себя, я не пойму, я попадаю туда туда, и куда-то подвинулся мне надо или как? Да нормально все. Нормально. Так, ты никогда не забывай матери в поклон передавать. Хотя не лещен. Ну а как же? Обязательно. Ну еще рассказывай. Инатий Ильич, вот меня самого давно беспокоит такой вопрос. По поводу вот этой индустриализации нашей, и по поводу того, что вот развиваются эти технологии, вот эти все. Вот это же все произошло вот на вашем веку, буквально на протяжении вашей жизни, вы были свидетелем, как развилось из ничего, вот выросло вот в этих технологиях. Вот буквально вот тысячи лет люди пользовались простым, то есть изобрели там металл, колесо, вот там мельницы водяные, ветряные, и этим жили тысячелетиями. Вот, и как вы это видите, это последние вот несколько, 50-70 лет, это буквально произошел скачок вот такого немыслимого просто человеческого какого-то ума. Вот, и как же, и вот именно этот скачок объясняется, вот отцами святыми объясняется, как именно приход воцарения Антихриста, то есть с помощью вот этих всех технологий, вот этих программ, и вот это в мироустроение всего придет в мир сатана. Вот, и как же мы можем в это же время там прославлять изобретателей Тимберсли, там и изобретателей телефонов, там и компьютеров, и всего прочего. А вот в этой теме, всему свое время, я как раз касаюсь этого, нажми на Ольгу, скажи, давай эту тему, ты что же делаешь-то, ты что творишь, скажи, держишь целую неделю, напугай ее чем-нибудь, она пришлет. Тут дело в том, что это ускоряет приход Антихриста. Антихрист давно в мире, только нет этого последнего. Антихрист был, и Нерон Антихриста, и Ленин, и Гитлер Антихристы. Но главное-то, что они не могут управлять людьми, а нужен всеобщий тотальный контроль. Когда не будет преступности, не будет войн, отныне ни один человек не сможет сказать война, если я говорю мир. У Владимира Сергеевича Соловьева три разговора об Антихристе, это очень подробно описано. Когда он придет, тотальное слежение, а для этого, для этого, то есть, стане и думали. Этих людей-то надо тоже понять. Ну, в мире-то что идет? Непрерывные войны, обходятся это в кругленькую сумму, 50 миллионов человек, а сейчас будет это минимум 2 миллиарда, слезнет с земли смерч. Ну, а вообще-то, для чего она планета нужна, которая несется во мраке? Нельзя ли жизнь сделать здесь ее более прекрасной? И это никак не сделают до тех пор, пока есть преступники, есть какие-то ассоциации, которые противоречат центральному направлению правительственного пути. Это в каждой стране. Да коли есть разногласия в правительствах, есть разногласия религиозные, конфессиональные, это все нужно устранить. Они сидят за столом, комитет 300, и решают это. Как? Чтобы жизнь людей зависела от них. Самый продуктивный строй в облоговодеческий был. Не дали ему есть, и всех БУЛАГ. Но это БУЛАГ, это система уничтожения. И вот для этого-то вся вот эта технология и направлена. А она одновременно работает и в другом целях. Вот мы можем разговаривать, видеть друг друга, это же неплохо. Нам следить друг за другом не надо. Ну, допустим, а ты задался целью, я его подловлю. Ну, вас подловляют что? Одеяло сверху, одеяло сбоку. Все ваше разнообразие. Другого-то нет. Он осматривает, откачивает, болеешь, морщишься. А когда человек на ногах, да здоровый, да у него есть какая-то определенная цель взорвать в Волгограде или где-то в метро. Вот за ним надо следить, куда он идет. И в конце концов взять под контроль мысли, мысли. Вот о чем речь. Вживить черный ему занозу, черный чип в мозге. И все в порядок. Нажал, а это делает на быках. Как бы изъярился, другую кнопку нажал, он замыщал, пошел, понял, лакать его, пить. Люди это скот. Притом скот стадный. Это выражение Маркса. И надо в их человеческом понимании, вот это, восприять это как добро. Масоны это люди, которые желают людям добра через величайшее зло. А по-другому никак, без этого зла еще больше. Кажется, да не будь государство угнетают, тут часы разные назначают. Власть от Бога. Без Бога наступает анархия. Смута называется, время смутное. Так было всегда. А власть она за этим смотрит, а они ладятся. Я раз, билайн деньги мне вернул. 900 рублей перечислили. 1150 сняли, но все-таки 900-то вернули. А почему? Я не знаю почему, но я им второе послание послал, что если не будет решен вопрос, я вынужден обратиться в прокуратуру. А не будь прокуратурой-то, я бы ничего не сказал. Да не дали, да не дали. Он может со мной что угодно делать. А он не может. Это власть. Идет со мной человек, кандидат наук. Сейчас без власти такое я остановил. Прямо перед проспектом. Главный был московский проспект Барнауля. Сейчас давно он носит имя вилла. Владимира Ильича Ленина. Я говорю, подходим к этому проспекту вилла. Я говорю, автобус идет? Идет. Ну и что? Я говорю, а кто назначил ему этот маршрут первый идет? И куда ему идти развозить рабочих, развозить людей, бабушек, внуков? Ну а что тут особенного? Я спрашиваю, ты отвечай. Я вам ответил, вы не поверили. Ну, городская администрация. Так нужна она или нет? Мусор идем в городе не по-за глазах. Кто вывозит? Так кто назначил возить? Кто эти машины отпустил? Ты видишь, работает иностранная рабочая. Они расширяют как раз проспект. И работают неплохо, там узбеки и прочее. Кто это сделал? А у них там, кто приучил их молиться? Кто? Своя власть, своей мамы шейхи. А если бы этого не было? Не было, грызли друг друга. А мы идем спокойно. Мы идем, он увидел наших девушек, одетых в длинных платьях, в платочках. Они аж пригнулись. Мусульманки наши идут. Не мусульманки, мы по-за счета христианки. Это не ваххабитки. Мы верующие. Ой, у вас святежи не такие красивые, как наши. Видишь как? Значит, у нас уже что-то сходится благодаря тому, что есть власть. Хотя она еще у них и у нас не одинаковая. Антихрист все приведет к одному. Я стою, приходим в вокзал. Народ хлещет через край. Сигнал, поезд. Разные нации, в разных направлениях поезда. Возьми такие, как Росток на Дону. Ну, в Москве там любой. Где-то ветка, где перекрестье. Разные люди, разных мир, разных преступностей. Их всех надо свести к одному. Одновременно руку вскинули халь, кричали, да здравствует КПСС. Тогда будет оно, но будет кричать, да здравствует какой-нибудь Александр, антихрист. И вот для этого вся технология, в конце концов, уменьшается до рисового зернышка и вживляется. Оно будет еще меньше, нанотехнология идет. Когда на уровне молекулярном будут работать. И все данные у них будут отслеживать. И где, даже косвенно, без произнесения имени Путина, или Ангела Меркель там будет говорить, или Барак Обама-то. И тебе сразу вспыхнула лампочка, так, особое внимание. Нет, немедленно послать туда надеть ошейник. Ошейник надеть и наручник, как сейчас делают ошейник. И каждый день его схема вычерчивается до единого разговора. Ему только показались первое. Из дома, туалет, магазин, вернулся домой, ни с кем не разговаривать. Иначе будешь в гробу. Не в тюрьму, а в гробу. А в гробу маленькие, по 40 человек. По 40 человек. Ну вот и все. А кто этот порядок на земле устроил? А они масоны, слуги Антихриста. Ну они-то это добро хотят сделать. Но мы-то знаем, в описании этому быть. Надо маленько глобальнее мыслить. И смотреть, что за этой ширмой. За ширмой масонов. Книга такая есть, я ее начитывал. И поэтому смотреть на все нужно с двух сторон. И пшеница она и для подкрепления сердца, и для разрушения его, когда из нее гонят спирт, как и нож. Можно ножом резать продукты, а можно резать и плод человеческого. Вот в этом как раз круговороте и получается, что старообрядцы, они по-своему верны, остаются Богу, когда не покупают своим женщинам стиральные машины и прочие хлебопечки и все такое. То есть свою жизнь как бы не упрощая, а продолжая ее в нормальном русле. То есть я вот еще 15 лет назад, я говорю, да вы вот эти стиральные машины там покупаете, вы сейчас стирать не будете, завтра вы то не будете, после затраты этого откажетесь. И все, и уже готовить никто не хочет, ходят в магазин, покупают там еду. Раньше хоть стояли на кухне что-то, варили и готовили какую-то еду домашнюю, а сейчас уже и от этого отказались от всего. Они старообрядцы-то разные, у которых есть священство, у тебя все покупают, и стиральные, и холодильники, это работает нормально, он не тратит на это время, у него на другое что-то уйдет. Но у всех замкнутость, чисто в своем кругу, это вот это, как их называют, амиши, амиши, это вот заведи, посмотри, а такая есть септа от минонитов отделилась, и так и называется амиши фильм, и ты посмотришь, как они живут. Я видел. Видел, 8 классов, и на этом все. Но в каждом вопросе надо доходить до точки, до точки, за которой начинается слепой фанатизм и отрабация мысли. Ничего больше нет, ничего не надо больше, зарывся под землю и сиди, выглядывай оттуда, как Федор Секиот. Аху это не чай. Я просто отслеживаю по жизни уже людей, понимаете, вот близких мне людей, к примеру, они сейчас имеют все, они женщины, на машинах ездят, понимаете, у них нет времени, когда раньше у них не было никаких машин, ни стиральных, там, ни холодильных, ничего подобного, ни посудомоечных, они все везде успевали, а сейчас у них все есть, и они никуда не успевают. Ну, это уже факт, данность. Это мы будем говорить, на смех людям только. Все нужно. Вот я беру ручку, ее не надо заряжать, вот она перед глазами у вас, ручка. Ну, а раньше-то нам было пирог, гуся где-то выдрать надо было, у живого, у мертвого. Вообще, вилл развести, обмахнуть, это тоже прогресс. Прогресс. Носки надо было ткать, а сейчас пошел там, какие рубли отдал на дело, пошел, хоть обувь, хоть что. Надо смотреть, это идет в разрез со священным писанием или нет. А они его не знают, у них его нет, и поэтому они гонят от ума. А ума-то там не ума нет, а у мишка одно. Я видел, как парнишка один среди этих староврядцев, у нас тут выставили, у Алтайских староверов там нашли, и он дома сидит, и у бабки прялка. Колесо крутит, там, она беретежку, там, крутит нитки. Он ее приспособил в городе Сельзе, в маленькую динамо-машинку, и крутит ее. Но как же слушать музыку без электричества? А вот младший сын Макара, Александр, проявил свойственную русскому человеку смекалку и из прялки сделал динамо-машину. Как ты узнал, закунуло? В смысле? Ну, как ток течет? Ну как? Я, магнитофон, когда вставляешь, короче, батарейки, моторчик крутится. Я подумал, подумал, думаю, если его крутить, он тоже будет ток вырабатывать. А другие старообрядцы, они уже, у них рядом речка протекает, они поставили там, крутится у них лопасти, и на огород поливать. Ну, кусок, они на высвозвращение это, как туда воду-то висит. Они понимают, у всех лошади, коровы, в пещах пекут хлеб, но они понимают, что это освобождает для чего-то хорошего. Им даже в лес некогда было сходить. Ну, полей, попробуй-то. А сейчас они, мужики, поставили запроду, которым не лень было делать-то, они бедрами таскают, у них раза в три меньше огород. А эти поливают у них все. И понимали, у них больше шансов творить милостыню. Пойти и поехать даже. Надо найти соразмерность с этим-то. Все хорошо, все. В городе нет размерности, никакой все люди с ума подсходили со всем с этими технологиями. Не принимается это, в свете Божем не освечивается. Ну, что сказал Павла, есть такие слова «все мне позволительно» и «все полезно». Это как раз подходит к этому. Позволительно. Но, главное, позволительно-то не означает, что у Павла позволительно надо было пить и блудить. Конечно, имеется в виду хорошее. Но все ли это полезно для вечности? То есть это, опять же, нужно рассматривать во свете Библии, христианским взором на это смотреть. То есть прежде чем этим пользоваться, нужно стать христианином. Вчера у нас были занятия на тему новости, известия, сообщения. Я как раз на эту тему говорю. Какие были те возможности распространять новости по-библейски? Какая новость самая важная, без каких мы проживем? Кажется, тема понятная. Я когда стал говорить, это огромная-огромная область непознанного. И мы все это постарались рассмотреть во свете Библии. Каждое слово. Что оно означает? Как? Чем оно заменено сегодня? Что нам нужно? Ну, люди удивляются. Такая простая тема, оказывается, в ней столько скрыто. Нужно видеть за ширмой, кто там руководит и какая у тебя главная цель в этом, то, что есть. Вот не будьте сейчас этой технологией, не будьте изобретением интернета. Тима Бернерса, ли мы с тобой не разговаривали и не видели друг друга. Да и не знали бы никогда друг друга. А я вам сподобился даже с тобой на одной подушке лежать. Прилягу рядом с тобой, Валейка. Ну, да. Вот ты здесь оказалась, Сергей. Стульчик поставьте. Никак не могу приспособиться. Валейка тебя подвину к себе. У меня, видишь, это как бы непонятая была. Я бы легче лег. Ну, так, по голову можно. Вот, Господь позволил встретиться. Я вспоминаю, как счастливый момент, что братом Сергеем, моя голова лежала рядом на подушке. Видишь, как? Венатич, ну, вот, ну, к этой теме, допустим, представим, мы еще Исаию, вот, 24-5 возьмем. И сказано, земля оскверлена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав. И нарушили вечный завет. Вот, к чему это можно представить? Это к Израилю. Но через Израиль получаем и мы. Земля сквернена нарушением заповедей. То, когда вы ходите в домы блудниц, блудилища, поясняет пророк. Чем они занимаются? Она сквернена. И растлилась земля. Бытие считаем. А земля как может растлиться? Грязь. Златоуст говорит, землей названы люди. Есть праха ты, ты земля. Ты пепел. Земля рослилась, это люди развратились. И приближаем этим самым гнев Божий до конца. То есть, без помилования. Иногда Бог утешает свой гнев и переменяет на милость. А здесь никакой милости. До полного истребления и отправления в ад. Вот так мы должны это и понимать. Это к Израилю было сказано. Но мы через Израиль получаем и благословение, и проклятие. Мат Израиля отличается только тем, что о нас не сказано. То, что сказано о них. Но это все относится и к нам. Если им говорится, чте отца и мать, это не означает, что только к Израилю сказано. Сказано к Моисею. Это сказано ко всем народам. Чтобы через это люди научились ценить то, что есть. Обычно говорят, была бы мать живая, да я бы для нее, да не забуду мать родную. Цени пока она рядом. Ты сейчас мысленно прикинь, у тебя нет матери. Ничего с тобой будет. Как оно будет? Ну вот, она же буквально, вот эта вот цитата, она подходит буквально к нашему времени сейчас, что освернили, все освернило. Именно так. То, что уже Бог терпеть-то не будет нас с нашими. Вот сейчас вот кричат Россия, и вот все-таки чувствуется дух вот такой. Люди все равно встают и как-то утверждаются в этом своем. Россия и все. И вы говорите, Россия должна встать. А вот как же его зовут-то? Максим Степаненко. Не читали у него тезисы такие, о том, что он делает заключение о том, что антихрист должен отцаиться именно в России. То есть по всем признакам. Да, такое есть мнение, но мы наставить на этом не можем. Сильно похоже. Но утверждать не будем. Откровения на это нет. Мы знаем, что он воцарится и будет царствовать над миром над всем. В Иерусалимском храме, в третьем храме Соломоновом. Иудеи усиленно работают все эти годы, десятилетия над тем, как на том же самом месте поставить храм, третий храм Соломонов. Третий. То есть который сядет сам антихрист, сядет как Бог, выдавая себя за Бога в храме. Он воцарится там. А может быть, его происхождение из России, может быть, он русского происхождения, русский еврей, чубайс какой-нибудь. Не этот, а другой. А вот вопрос такой. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Ну и как быть-то вот сейчас? Власть пришла на власть антихриста. Как ее определять-то? А там дальше говорится. Власть на добро тебе. Если ты не бойся власти, не напрасно носить меч, когда нарушаешь. Я у власти не нахожу, даже во время советской власти, не находил ничего, что мне препятствовало бы оказаться на небе. Не было ничего такого. Вот они мне запрещают проповедовать, я проповедую. Они меня бьют, мне обещана награда. Мне это не препятствовало. А где у вас была сейчас одна душа мне говорит, а вы могли бы так вот разложить свою жизнь в 53 года, хотя бы вот это или раньше, даже всю жизнь. Сколько времени ушло у вас на изучение Слова Божия, сколько на молитву, сколько на психиатрию, когда меня мучили, сколько пытали время показать, людям оставить пример. Я никогда об этом не думал, но не созрел, так сказать, для этого шага. Но постепенно я могу это обратиться к тому и сделать. Я очень люблю моего Христа. Очень люблю. Люблю Слово Божие. И вот в этом свете, в этом ракурсе рассматриваю все остальное, что было со мною в моей жизни. И в моей жизни не было ничего, допущенного Богом, что помешало бы мне наследовать Царствие Божие. Ничего не было. Я еще ни разу не сказал, знаешь, у меня времени нет. Вот часто повторяет это женщина. Ой, времени нету. Я ни разу не сказал еще. А учитывая, что мне 76-й год. То есть я абсолютно точно знаю, что мне времени отпущено как раз столько, чтобы я сделал все, на что я способен с моими талантами. С одним, с двумя, с тремя талантами. С десятью. Именно это. Дальше. А у меня, знаете, я бы сделал, там были препятствия, у меня в жизни не было препятствий никогда, которые помешали бы мне сделать то, что я намерен был сделать, помолившись. Вот в это люди уже не верят. Как? Да тебя же сажали, у тебя все магнитофоны, изъяли пленки, об этом писали, трубили, центральная пресса. Да так. И они не вернули. Но за это я получил два домика, в котором молимся, храм у нас. И мой брат, отец Аким, говорит, как-то говорил, ну так, с иронией. И говорит, а вот если брата-то моего не посадили, сейчас бы негде молиться было. А посадили его, а теперь-то суд-то в мою пользу. А платить-то нечем, они уничтожили. И мне дали владельцам двух в центре города тринадцать соток. Сухое место. Все, что я хотел, неналеко от остановки. Не было у меня ничего. Вот я был когда в Америке, такого, что препятствует. Скажите, как КГБ помешало вам выполнить ту миссию, которую вам назначил Бог? Как оно вам мешало? Я переспрашиваю, КГБ мне мешало? Никак не мешало. Они меня сделали известным на весь мир. Они мне не помешали нисколько. Я им свидетельствовал во время допроса, во время, когда сидел, во время, когда судился, высадил. Так что, я говорю о себе. Вам помешал? Говорит. Почему? А потому что я люблю Златоуста. И он говорит, верующему никто не может повредить. Никто, хотя и будет вредить. А почему? Если он благодарит. Меня обокрали прямо в храме. Разрезали карманы, вытащили деньги. А деньги назначались для другой республики, чтобы я отнес туда, потому что там погорельство показалось много. И деньги вытащили, я к примеру говорю. Но в первую очередь, да что это за церковь? Да тут одно, жулия без сидят, та-та-та-та-та-та. Нет. Этим ты обрадуешь, дьявола. И он тебе еще такое же сделает. А когда ты сказал, Господи, благодарю тебя, сатана как обожженный отскочит, он даже не посмеет к тебе подойти. Так, ну люди-то там не получили. Не забудьте. Ты любишь людей, Господь любит их также. А еще, точнее сказать, больше любит. Он пошлет с другой стороны и больше пошлет. Вот ведь дело-то, как обстоит. И это учит Иоанн с 24 века. Никто не может сделать мне зла. Наши вчера были в соседнем селе, куда переехали отступники, которые у нас здесь были. Кресты сорвали, иконы пожгли. Ну, то есть, осатанели, так сказать, совершенно. Куда уж ни сами не знают. И они тут, идти к ним, заходить в дом, не заходить. Я сказал, везде заходите. Хоть они еретики, но они люди. Вот вчера как раз и было одно слово новости. Великую новость на сестите. Как бы далеко ты не ушел от Христа, от Бога, Он ждет тебя. Он ждет долготерпеливый, многомилостивый. Они пришли и там вредили. Разные вопросы такие. Но навредили они или нет? Нет, не навредили. Навредили, я говорю, вы себе. Я-то не ездил, я теперь не буду ездить. Вы навредили где-то сами себе. Я говорил вам, с ними не разговаривать. Ири, тихо, после первого, второго разумления, отвращайся, знаешь, что он развращал. Сам себя развратил. Будущее самоосуждено. Им уже 21 раз засвидетельствовали. Зачем мы с ними стали разговаривать? Вы зашли, к ним дали приглашение, где встречаетесь. И на этом все. Дали им визитки наши, YouTube, чтобы они знали. И все. И больше ни одного слова не было. Так она стоит, люди слушают, она перебивает, кричит. Вы там увидите. Это ее участь, она избрала такой путь. У нее путь свободы. Она говорит, я свободная. Свободная от чего? От праведности. Свободная. Самая большая свобода в рабстве Христу. Вот это надо хорошо запомнить. Я большую новость вам сообщаю. Хотя вы и то и знаете. Раб Христа всегда свободен. Поэтому всякая власть для меня, она от Бога. Всякая. Какая всякая? Которая была. Существующая. И сказал, которая будет существовать. Тут надо смотреть временные формы. А антихристовая власть, она допущена Богом. Бывает Богом дана для того, чтобы был мир, порядок, это награждение добрых. И попущена Богом, чтобы образумить всех. Есть. Тот стих об этом хорошо говорит. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли ты не бояться власти? делай добро и получишь похвалу от нее. Какая власть в тюрьме? В тюрьме какая власть в лагере-то? Я знаю людей, которых очень хорошо знает весь мир. Александр Огородников. Он только вернулся, ему от Маргариты Тэтчин пришла какая-то награда. Я у него дома был в Москве. Он сидел. Он больше половины срока, я не знаю сколько, там пять лет, он просидел в ШИЗО. В ШИЗО. То есть он сидел там на таком байке, не знаю как. Я считаю про других. Но я не беру то время, когда не было. Мы одновременно сидели в одно время. Я ни одного дня не сидел. Он возникал везде. Так он где-то... Я заступался за людей. И мне политотдел помогал. И письма отправили куда надо. Прокурор по надзору был. И потом мне сказал Красноперок, я им сказал Лапкина, что делайте, вы отнимаете, это акт вандализма. Вы все отвечать будете за это, полковник? Потом нам было не стыдно встретиться с Красноперок. А он отсидел столько-то. Почему Марченко Анатолий? Лично знаком подреют сахару, ловят в оближской премии, а там щеку. А его за христа и убили. Меня не убили, не ударили ни разу. А почему? Бог знает почему. Не мне судить. Но я только нигде не возникал. Нужно заправлять в школьку, в койку. Я заправлял. Нужно идти на плацу, поднимать ногу и бить. Я поднимал и бил асфальт. Я делал как есть. Там сказали, надо кажется подмести, а метелка за 200 метров. Один побежал назад, а нас 30 человек стоит в троих. Почему другие не побежали? Все до одного должны бежать до одного метелкой. Я тоже побежал. Так, Лапкин, вернись. Вас это не касается. И все. Начинается избивать, а мне сразу, сейчас будут их избивать подряд всех. Всех подряд. Мне сразу подходит и говорит, так идите в Красный угол, журнал там почитайте. Я иду. Потом ко мне ночью подползают и говорят, отец убивает, совсем убивают. Я боксер, меня повалили. И на позвоночнике на моем что они делали? Я подняться не могу. Можно во время, когда строй, я рядом с вами буду становиться. Может это меня хоть как-то защитит. Я иду по опасной статье политической. Я Ленина назвал антихриста. Власть назвал сатанинской. В стихотворении у меня стоит в своей роте череп. По мету птиц подставил голый череп вождь атеистов, сомнище и ум. Это оленя, не о памятнике называется, а памятнику Ленину. И ты ли всей России правил? И ты ли голодом ее оставил? И сам стоишь с протянутой рукой. Я живой остался? Генотич, ну а стоило ее называть? Можно было успевенно принимать власть и уже делать добро при этой власти. А зачем ее называть тогда и за это страдать? А как? Именно как? Ну, про не говорить этих слов. Сомнище там и утри и тому прочее. Или говорить что? Что с тобой прочитать? Сомнище и ул. Сомнище и ул? Можно было! А я написал. Они открывают у меня стол, а он на шарлире открывался. И там пишущая машинка. КГБ. И написано, комарилия гнусных безбочников. Вы опоздали. А полковник, тогда мой подполковник Николин Юрий Михайлович говорит, ну, Игнатий Тихонович, ну уж это вы зря. Я говорю, я и сам вижу, что зря. Ну, пошел Фадеев, правда, он майор, я поправляюсь, был тогда, сейчас он, видимо, уже выше звания. И мне же, что он будет делать? Все же дверь моя. Свободную монтировку закладывают, нажал дверь, выломал, пошли. Ну, заходим, пожалуйста. И они все за мной следом тут. Ну, тем самым собирали себе уволье на голову. А можно было просто спокойно делать добро, говорить, снести людям Слово Божие без вот этих, как говорится, войны. Ну, понимаешь, вот это как раз, мне это дано было, я никому это не советую делать, мне это было дано. И через это их коснулось и ни одного. И отношение их ко мне не ухудшилось. Вот что удивительно. Я рассказываю, как мне специальная пометка была, там, не прикасаться, не бить и прочее. Потом мне подошел один, у вас пометка стоит особая, чтобы вас не трогали, вас бы захлестали тут уже сегодня. Вы против советской власти пошли. Мы вас гноим здесь, вы не выйдете. Я говорю, в Библии так написано, пойдет КПСС, Христос воскрес, воистину воскрес. Пойдет КПСС. Можем было не говорить? Тут один стих из Библии опять говорит, ибо начальник, есть Божий слуга, тебе на добро. То есть любой начальник. Поэтому начальника надо уважать. Я его уважаю и называю его настоящим именем. За кем вы пошли? Пошли за убийцей, за лжецом, который всех обманул. Я говорю о Ленине. Я должен был это сказать. И это у меня в деле, там и было, что Лапкин против коммунистической партии СССР, там против бождя мирового пролетариата. Сегодня мне это приятно считать. Это в книге, для слова Божия нету, все выписано там. А другие слова не сказали, живые не вышли. А меня пальцы не тронули. Значит, я угоден был Богу. Я должен был это пророческое слово сказать. А потом первые секретари ко мне приезжали в степь и спрашивали, а как вы знали, что КПСС падет? Я говорю, Бог открыл. Вот так. Дружба народов, надежный оплот. Было тогда. Союз нерушимый. Я говорю, он рушится. И чего мне у меня станет? Вот сейчас, в принципе, те же времена, что это мы и при советской власти, мы явно видим приближение самого главного врага христиан. Да, это так. Ну и как быть-то мы должны сейчас протестовать там против него и должны как-то, опять же, вот войну какую-то вести с ним. Открытым словом свидетельствовать людям о Христе, приучать их молиться, верить во Христа и ради Христа не бояться отдать жизнь. Больше мы ничего не можем сделать. Мы не противодействуем ни к каким акциям, какие они предпринимают. Ничего нет. Свобода, которую мы имели со дня перестройки, не было в мировой истории вообще никогда и ни у кого, ни в одном государстве. Вот это надо оценить. Как Ерцена не ругает, какой он не был там, не чушка, но он не встил сам за себя. Вот и все. Ну, вот в 12-м году вышел закон такой, чтобы к 14-му году у населения страны были пластиковые карты, вот эти с щипами новой паспорта. Идентификацией станет универсальная электронная карта. Об этом сегодня говорил Дмитрий Медведев на заседании комиссии по модернизации. Выдача таких карт начнется с 1 января следующего года, а к 2014-му она должна появиться у каждого россиянина. Это просто совершенно другой уровень общения гражданина с государством. Вот, и многие люди пошли, многие христиане, в том числе и я, и моя семья, и близкие, пошли, писали отказ от пластиковой карты. Вот, я думаю, вот эти вот отказы многочисленные послужили вот этому откату, то есть этот паспорт мировой временно откатили назад, понимаете. Вот благодаря вот этим действиям именно то, что многие люди стали отказываться. Вот, и чем больше мы будем выставать против этого порядка, тем дальше мы его будем откатывать и давать людям, вот, допустим, у меня два внука родились, я хочу, чтобы они выросли христианами. я максимально буду выставать против вот этого нового строя и буду бороться и буду за это людям говорить, понимаете, как. Я не могу принять вот этого всего. Правильное дело, не принимайте, и так учите. Но только знайте, что назначенное будет будет тотальный контроль и будет отечность три с половиной года из колена данного иудеи. Он придет, но ты получишь награду за то, что ты мог сопротивляться или ты это мог, мощь свою направил именно на это. Но только здесь надо все время говорить, да, я сопротивляюсь, но это еще не печаль от Ехриста. Не знак, не начертание, не начертание. Я говорю, Кирилл Сахаров, это единственный храм на Берсиневке, который не принял ННН. Он неоднократно мне звонил. Что делать? Я говорю, сколько можешь держать и даешь пример мужественного стояния. Но это не знак антихриста, это все говорили об этом. Об этом и обеем говорили в частях. Уж знак, знак, конечно, ни с чем не перепутаешь. Об этом четко сказано, что нельзя будет ни купить, ни продать без этого знака. Ну, а мы продаем и покупаем. Наши едут, продают молоко и покупают гвозди и возвращаются. А знака никакого нет. Значит, можно без него жить и покупать и продавать. Надо все время найти золотую середину. А не так, что я подряд все буду принимать и ННН, и все, а уж антихрист придет, мы тогда покажем ему, мы тогда врежем ему. Ничего этого уже не будет. Ты научился отступать и будешь отступать и дальше. Вот сегодня как раз момент показать, на что ты способен. По-малому. Ну, никто не настаивает. Сейчас, допустим, ННН есть или нет, они сами там поставят, потому что легче искать. А я паспорт, у меня же рука-то не работает, вот, а я расписаться не умею. Вот, и ко мне пришли паспорт, принесли, а я говорю, да какой мне паспорт? Я говорю, я не смогу его получить. Так они через несколько дней сами принесли мне его и без подписи, без всего положили на стол паспорт новый. То есть, вот так вот. Что я взяла? Нет, тут надо всегда найти золотую середину об этом молиться. Иначе ничего не останется, кроме слепого, тупого фанатизма. Или открыл дверь и всем ветрам всякие ветра учения. Тут надо найти середину. А ее искать даже не надо, ее, по крайней мере, в священном начале Московская Патриархия указывает абсолютно правильно. Я еще раз повторяю. Вот в данном случае они правы. Гурьянов прав был, говорил об этом, Смирнов говорит об этом, Христианкин, Митрополит Альпеев. Так что... Натичная Московская Патриархия от пластиковой карты отказалась и выступали по поводу отказа от пластиковой карты, чтобы не принимать людей. Свободно. Там сказали не презирать тех, не отказывать о выспании, кто принял. Это не является грехом. Вот они и сказали. Но это не является и преступлением, кто принял. То есть это совершенно сегодня считается за безразличным. Хотя это немножко не так, но неплохо они сказали. Об этом выступил Патриарх Кирилл, сказал. Люди, которые к этому подыскиваются, я считаю, Сатана их обольстил и силы направлены на другое. Вот они сейчас ИНН там в паспортах. Идите и проповедуйте миру. Про ИНН не написано. Идите. Ни один не идет. Все сидят. А если говорят, так это из Симеонового Богослова, Исаака, Сирина, сами не понимают, что говорят. Идите, несите Евангелие. Издавайте Евангелие распространяйте. Они никуда не идут. А вот здесь они будут бороться. Другие, как старообрядцы, за одну губы Иисус, с одной или с двумя, как пальцы прижать. Столетия бьют. Об этом никакие писания не сказали. За счет его жизнь-то полагал. То, что не играет той важности, которую ты ему предаешь. Хотя это тоже имеет значение. Вчера мне священник один писал, просит денег на восстановление храмов. А я ему как выдал, я говорю, батюшка, на ремонт, на ремонт храма. Я говорю, а для кого-то ремонтировать его храм-то? Я говорю, что я его и людей много к Богу приводить? Вот. Вот это, но это самый больной вопрос для них. Вот. Да это не нам с вами решать много или немного там приходит людей. Вот я говорю, да как же, не нам с вами, как раз от нас с вами-то и зависит весь вопрос-то. Вопрос проповеди, как вы людей-то учите, я говорю, читать Библию, учите людей своих, понимаете как. То есть вопрос вот этого даже не ставится, он об этом даже и не говорит с людьми своими. Ему восстановить бы храм, вот и свечные ящички там все это, иконы повесить, обновить бы. Вот так вот. Не давать ни копейки на это. Если прихожане не могут отремонтировать храм, храм не нужен, его закрыть. Пусть по домам собираются. Вы правильно ему ответили. И на этом все. Не давать. Когда я вел занятия в университетах, меня всегда спрашивали, храм Христа Спасителя и другие храмы, стоит восстанавливать. Ответ один четкий и никогда не менялся. И могу доказать сегодня. нет. Не нужен храм Христа Спасителя и не надо было строить новый храм. Отец, 200 храмов в Москве, 200. Побудились на этом. Люди выходят, бунтуют, последние детские площадки отнимают. Они против себя всех восстанавливают. Храмы 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 особенно любят строить богатые высокие там, где в предрении духовный храм. Где не знать, что мы храм Бога живого. Придем с отцом селюсь в них и обитать будем. Люди этого не знают. И поэтому они как старобрятся. На уборку храма годовый миллион отдать. Копоть сначала создадут священные, а потом отмывают. а высота такой двух лесов не хватает со стремянкой. Вчера один священник, есть батюшка тоже один, сейчас его стали в интернете показывать роликов. Я не помню зовут как его. И он выходит, а ему 52 года, ну тоже такой батюшка такой мудрый. И он говорит, дорогие мои православные говорит, а вы знаете, что вы не православные, вы только по названию православные. Вот мне понравилось, его сейчас много показывают, вы наверняка его видели, но я дам ссылку потом. И выходят, выходят такие батюшки, стали появляться они. Где они, эти батюшки? И когда говорят, имеют в виду они свою паству, а то обычно приходится в конце сказать, да ты такое сделал. Шерстку стрельли, мясо питались, а не учили, не последний. Ну важно же, что они хотя бы вот, даже пусть они как-то шли тем путем, но они сворачивают, признают свои ошибки, начинают говорить о своих ошибках. Он говорит, я во время литургии я вам скажу, что я не молился во литургии я ходил, махал кодилом, а думал о своем вообще, то есть я не был на службе. То есть вот так открывается перед людьми. И люди проникаются, и мне кажется, вот сейчас вот эта правда нужна, не хождение по целованию, бадание, как вы говорите, этих икон по храму, а именно узнать живое православие. Так он пусть покажет. То, что показал не живое, это очень просто. На кладбище рукой пахнул, там кладбище. А ты покажи, где работает настоящий роддом. Где рождается абортария в духовном плане. Вот они покрестили и потом выбросили ребенка тут же. Это абортированное. Он дальше если ничего не делает, ну услышан и православие не куда. Люди потянулись секты. Это готовый товар для сектантов. А я вот в православии должен показать то, чтобы каждый сказал да действительно с вами Бог. С вами Бог, как Павел Коринфян в первом послании пишет. Он всеми обличается, всеми судится, чтобы звучало пророческое слово, чтобы человек научился во всем, что окружает видеть милость Божию, любовь Божию, терпение Божие. А этого ничего нет. кто сказал, да они такие, а какое накрытое это сделать? И так видно, что они такие. А какими быть-то пускай потрудятся, чтобы все были свидетелем, знали Священное Писание, были как одна душа. А так из храма вышли в разные стороны, и никто никого не знает. Вообще люди чужие, разные. у отца Кирилла они все знают, у них общая трапеза, у него община, не прихожане, прохожане. Мне прислали такие выдержки, фотографии из старой книги какой-то, я не знаю, тоже может быть священника книга, и вот в ней трактовка слова крещения, то есть как дословно с греческого переводится крещение, то есть здесь подразумевается и омовение, вот, и, как говорится, мочение, и крапление, и погружение, то есть входит все это в слово крещение. Нет этого обману, только погружение, другого нет. Это все другие слова по-гречески. Это обман. Они обманывают людей, что они не знают ни одного языка. На всех языках смысл один. В немецком в английском и везде только погружать. Я погрузил кусок в воду. Нет этого, что окропление это другое слово совершенно. Поливать водой это другое слово. Нет чтобы оно вмещало в себя. Да оно и по-русски не может вмещать. Этого нет нигде. Ну вот слово бабти у нас погружение мытье или омовение например чаш. Нет омовения нету. Стоит слово погружение. нет. Ну где такие источники где конкретно можно прочитать. Спросите у нас немцы рядом есть спросите скажите пришло иоанново крещение пусть они переведут они переведут только Тауфан другого нету скажем по-другому можно нельзя откройте словарь погружение больше нет ничего но мы ориентируемся на греческий на греческое все перевели одинаково переводчики в разные периоды жили в разные века перевели все одинаково это сегодня они накручивают то что непонятно это греческий мы можем еще понимаем не понимаем но переводчики такие как мартин лютер великие переводчики которые якобы перевод у англичан почему один и тот же смысл заложен другого нет погружение спросил французов я на с латышами жил никто не поймет о чем ты говоришь если говорить не погружение погружение нет перевода такого погружение вот я сейчас читаю баптизу погружать погружать орошать обливать ну ладно я сказал я спорить не буду пускай орошают но зачем тогда везде много воды зачем еммах и пилип сошли в воду зачем сходить нарисовали по-католически из раковины на голову поливают зачем зачем не прет крестил князь владимир ну например мы стояли покрапили из них шланга и все никогда этого не было нет ну да это это конечно это полновесное крещение ну а вот к примеру стоит храм да там вот зима холод там собачий что там невыносимо просто вот они в тазу то видите они вот оправдываются вот этим вот переводом греческим они оправдываются только тем в своих глазах что они безбожники у них веры нет у Бога заметьте ни один сектант ни баптисты ни адвентисты ни еговисты ни крапята только погружают речь идет о двухстах миллионах или больше теперь в Руси не было никогда чтобы без погружения старобрядцы их больше пятидесяти разных названий там поморцы щесоленые голбежники дырыки все только полное погружение что еще доказывать доказывать вообще нечего что все до одного независимо друг от друга и пришли к одному мнению что надо погружать ну посмотрите картина крещения Иванова явление Христа народа называется выходит голая из Иордана видел картины Иванова последствия рисовала это это да это понятно это вот ну это просто полнота полнота вот всего таинства а вот если не втерпешь ему вот не втерпешь и все мне надо покреститься я умираю вот нет возможности такой ну не много ли таких нет возможности люди приходят машинами закружено все окрестност около церкви молодые стоят курят разговаривают я подошел зачем венчат приехали и венцы то не надевают а над головами держат какое же венчание то на голову то не опускают они и тут врут попы они безбожники волки вопрание идет уже таинство это священное дело нужно очень ну скажи храм в москве старобряческий почему там полное погружение почему рядом рядом московской патриархии не крестят у нас есть книга к истинному православию она у тебя в дому моя книга и почитай там архиепископ Никипор говорит вы получили первое крещение с Греции в полное погружение и первые отступили от истины это Украина которая католичная это от католического отступления от ереси католической ну откуда они взяли что католики папа бритый пусть пояснят осипов бритый что доказывают кому доказывают так когда икону у нас в храме 475 икон и все до одной с бородами не считая Патеремона и Иоанна а по 16 лет мальчишки апостола прессуют с бородами пророков с бородами баптисты все рисуют с бородами явление Христа народу посмотри ну сектантские бывают какие-то картины все с бородами 200 лет назад у нас даже и последний еретик отступник с бородой мальчишки но это понятное дело моды поменялось просто да и все мода не меняется меняется человек за моды мода мода никакой роли не играет для верующего мода это стихия мира Павел говорит не хочу чтобы поступали по стихии мира а не по Христу вот и все ну посмотри у сектантов у всех повторяю апостолы с бородами дальше Микел Анжела рисует сиксинская Мадонна видел она несет ребенка папа Сикс стоит с бородой папа Сикс но одновременно у православных папа еще до разделения было а они рисуют и рисует безбородый католик и рисует его с бородой зачем мы по образу Христа должны быть все вопрос снятый и какая нужна эта скобрица каждый день на крещение говорю какая тебе нужна портить погрузить не буду заметь он показывает у меня на хоробе крещение баптистский дом они в один свели на Маловузовскую два окажется свели другие молитвенные дома они приходят и он стоит приспитер погрузить в воде а в другом месте показывают трое стоят и они в Днепр к ним подходят погружаются возвращаются как у нас вы видели как крещение но это попы делают попы больше никто не делает никто одна московская патриархия развратная все это делает так что тут непонятно этот лживый дух верии Сталина преобразования он пошел но не вышел это не не мне доказывать они это лучше меня знают все тайнства извращены тайна есть какая тайна когда рядом на полтора шага стоят люди и слушают все тайны на всю церковь на смещение глухого еще ну да и почему-то в головах вот у людей заложено я вот с людьми говорю я говорю да ты в отдельный будний день сходи там и причастись поисповедуйся все сделай сделай свои дела и не христос не знал торгашей из храма еще непонятно дом мой сделали домом торговли я не знаю какие слова непонятны дом это стены крыша пол торговля это торгует и христос никого не бил кроме торгашей а они набились в каждом храме что доказывать надо зачем доказывать это его путь торгаша этот путь закончится пропастью они проклятые все а потом христос второй раз уже изгоняет и говорит вертепам разбойников сделали дом мой а то вертеп разбойников во имя Александра Невского во имя Серафима Саровского это вертепы и они новые вертепы строят разбойнические вертепы во имя храма Христа Спасителя это не храм вертепы во имя Христа Спасителя и торговля и торговля и торговля им нужна прибыль Чего бы она ни была, хотя бы и грехом торговать. Чем больше грешат, тем больше жертвуют. Грехами народа моего питаются священники. Я что-то придумываю или чего? Мне не в чем пятиться назад-то. Я говорю именно, вот так и делаю, как говорю. У нас нет торговли. Ты можешь сказать, я перехожу к баптистам, к муперманам. Ты можешь сказать, но сказать, я перехожу к московскую патриархию, и нельзя сказать. Эти слова нельзя сказать никому. Почему? Потому что некуда переходить. День открыл, зашел ты свой. Ты не был 30 лет на исповеди. Подходи, исповедуйся, и рот разить только. Этого нигде нет. Везде спросят, где ты был, почему не было и прочее. Ну, чего тут непонятного? Делают вид, будто бы работают. Говорят проповеди, а не мертвые проповеди. Даже где говорят они. Люди чужие. Это единицы священников, которые проповедуют, как должно. Они не знают Бога. Вот у меня сколько в эфир заходят. С одной стороны, там, я уехал в Англию, там, вот недавно опять зашел какой-то. Я впервые встретил в интернете, что в православии прямо все говорит, ко мне обращается. Да кто вы такой? Это в наше время, так сказать, как ты живой-то остаешься? Всем понятно, что это неслыханная вещь. А я говорю, это совершенно естественно, как дышать. Я не тушу, что мне надо скобить патриархом. Мне надо посижить епископа. Мне этого ничего не надо. Я молюсь и внутри себя чувствую желание исправить людей, сказать им лучшее, воскресить великую вествию Божию. Сейчас строят везде купели и наказывают. Патриарх Алексей Второй для чего говорил, чтобы крестили полное погружение? Его выступление почитай в теме крещения. Крестово-Православие, у тебя книга моя. Вы постарайтесь узнать, в окрестностях Воронежа, священника Анатолия, вы говорили, вроде знаете его, он ехал с наград в баре. Да где же я его найду, мне знать, где он живет хотя бы. У нас окрестностей там сотни тысяч километров. Ну как это сотни тысяч? Ну я имею в виду сотни тысяч километров. Ну хотя тысячи махрамов-то не на каждом же шагу стоят-то. И не все же Анатолии. У нас на каждом шагу. Короче так, попросите кого-нибудь из Воронежских садить в Воронежскую епархию. И скажите, где-то на окраине Воронежа есть такой священник Анатолий, который ездил на поклонение мощам святителя Никола в июле. В июне. Мы с ним с дорогой разговаривали. Да и Воронежская область, это огромная область, это сложно очень найти, у нас сотни километров. Я говорю, у города Воронежа, не в области. Вы меня выслушайте. У Воронежа есть окраины. И на окраинах не может быть тысячи храмов-то. Ну, 20-30. И там в епархии, это не все же Анатолии-то. И не все ездили на поклонение в июне. По щам-то. Он один, может, такой был. Я могу фотографию его выслать. И мы с ним долго беседовали. И я ему рассказывал о вас. Ну, а что? Он там много, это самое, не попадали у вас в тему. Он, как говорится, разногласий много было. Ну, ладно, это придется, да. Он, как говорится, не принял вашего. То есть, обличать он не намерен. Вот людей он ищет тонкого подхода к каждому. Да, это так. Обличать. Вот опять же, страшно обличать каждого человека. Надо сначала узнать поближе человека, потом уже обличить его. А обличать, как нам апостол заповедует, скротостью и смирением обличать. И конкретно даже к нему. Я просто говорю, а его Слово Божие касается. Мне не надо его биографию знать. А оно, Слово, облудополюдо острый меч, оно обязательно коснется. До разделения души и духа, состава и мозгов. Мне не надо биографию человека знать. Ни одной. Мне это не заповедано. Я просто должен быть верным свидетелем Иисуса Христа. А Слово найдет, кому оно обращено. Оно коснется его сердца. Я уверен, что силу свое Слово Божие не потеряло за тысячелетие. Венатик Ильич, ну я вот вижу по своему опыту, чем я больше обличаю, тем я больше теряю. Понимаете? То есть приходящие ко мне, я стараюсь скротостью, я стараюсь скротно говорить, но в полноте. Но я теряю этих людей, тут же теряю их. А они вам нужны, эти люди, которые не слушают правду. Вы их теряете. Но они сами никогда и не были, если они на полуправде. Есть такое, я не хочу полуправды, я не хочу полумера. Я не хочу, чтобы струны сердца без песни отмерли. Человек не любит. Человек любит, чтобы о нем хорошо говорили. А слушать о себе правду, это, как говорится, острый нож сердца. Племя Ахава. Этот человек обо мне не говорит правду, а о Михееве он говорил. Отойди от них. Ты должен сказать, а примет, не примет, это его дело. Так, меня очень интересует вопрос по работе. Михаил едва и два теплится, неизвестно, когда поедет никому, больше нет. Нам нужно освободить контейнеры. Поищи работников. Да где же я их поищу-то? Ну вот видишь как, готовы не писать, ничего. Просто в той области, где находятся, там распространить, даром отдать. Приехать, взять и отдать. И никого нет. Да какие же это православные? Я никак не упрошу, у меня лежит ваш комплект, отвезти. Ради бога, прошу, отвезите. Меня завтраками кормят, завтра, послезавтра. И вот он до сих пор лежит. Ну вот тебе и дает доказательство, что мы делали дело не просто необычное, а невыполнимое людьми. Так мы-то готовые привезли, готовые написали, готовые сдали, заплатили и привезли за тысячи километров. А готовые отдать и не могут. Какие же мы? А потому что как роботы все ходят, понимаете, бога никто не ищет, ищут, копаются в себе, вот в своих шмотках, копаются, а бога никто не знает и не хочет знать его. Страха не имеет абсолютно никакого. не бояться бога. Калинин-то куда делся? Нет его? Да почему он рядышком тут детство? Как у него там дела? Да я не знаю, я тоже там обличал, обличал его, и он, наверное, что-то обиделся. Понятно. Да в принципе-то он вот так добродушный человек, не склонный так козлу-то, конечно, я думаю, его можно всегда вызвонить. Ну ладно. Так, на будущее можете говорить или предупреждать, или нет. В понедельник 7 по Москве мы всегда стараемся быть здесь. Это наш выход в эфир. Потому что хозяев мы задерживаем, они должны помнить, что мы придем, подключить нас и прочее. Ну что, все, вопросов нет? Да, таких у меня нет вопросов. Отошел. Ну все, с Богом, благодарю. Все, с Богом. Спасибо, Христос. Субтитры создавал DimaTorzok